всем привет все кто хотят поддержать наш канал и не знает чтобы написать в комментариях пишите под этим видео ну к примеру о том что у меня идиотская шапка короче обход хозяйства осенний птицы не кормлено ничего не сделано и вы сейчас посмотрите насколько у нас хозяйство идеальное понимаете все вам в открытую покажу сметана шикарная это единственное что не требует постоянного вмешательства и прекрасно себя ведет и прекрасно выглядит у нас лежит здесь щебень и песок потому что что потому что мы залили бетонный пол нашего не шатника на следующий год индюки у нас будут в большем комфорте не будет никаких съеденных стекол выковыренных кусков асфальта и так далее там подобное к нашему счастью это не привело в этом году какому-то страшному результату но мне не понравилось так скажем этот момент поэтому что сделали бетонный пол благополучно уже умудряемся заставлять все это дело александр сергеевич умудряется и загружать то здесь будет битком все как всегда по весне мы будем это вычищать максимально быстро все это вытаскивать но бетонный пол уже встал и все здесь шикардос сами видите и чистка индюшатника кстати не знаю даже вообще-то видео вышло или нет еще вот но это будет в подробностях нашем видео дальнейшем может быть кому-то это пригодится тент снят на понятное дело что такие вещи не оставляем на зиму потому что снегопад устроит здесь веселая жизнь но пуша вот попу отрастил даже дверь не закрыть что вы делаете виноград вы будете рассказывать о том как укроете виноград а есть ролик вот здесь в описании да ничего нового ничего старой технологии старая технология вот такие перголы по перголу ну арки можно это сет дорожная сетка 100 на 100 4 миллиметра можно 32 уже гнется под тяжестью снега если снега много мокро вот подложка смысл чтобы оставлять продухи вот торцы должны быть открыты когда сильные морозы если снега мало снегом забрасываем торцы чтобы не заморозить наш виноград когда оттепель и когда уже весна сама оттаивает и начинать проветривание а вот это вообще даже штука дышит намокает быстро сохнет вообще идеально для укрытия она дороже она дорогая но это она не она а он дар нет он очень плотный и толстый вот конкретно этот дорогой есть потоньше в леруашки в том же да в той же там продаются они такие тоненькие они как бы ну расслаиваются эти тряпки а вот этот вот плотный отличный дар нет по моему 400 или 400 и по моему плотности но он дорогой я в свое время покупал они ровными продаются там рулон в районе 12000 что было забыли денег а еще добавлю что подложка скажи к ты рвут собаки а дар нет этот не раздирают они вот такие лапами своими она слетает в общем а вот эта вот тряпка она как-то прилипает можно сказать к этому к этим аркам и когда намокает так наращиваю шикардос у нас коты очень любят теплицу они любят нам сидеть валяться кататься саша ты не забрал свеклу мою так свеклу и храню в песке вот видите заодно вам расскажу песком просыпаю вот так крышечкой не закрываем просто сверху прикрываем и в подпол идеальный свежак хоть два года храните так чаще вам сказать мелочь свекольную оставил вот это кстати чтобы понимали у меня свекольная мелочь не знаю куром посмотрим короче свеклу много это не первое ведро последнее хочу показать вам томаты посмотрите какой лист эти помидоры переболели фитофторозом и снова выдали огромный лист и урожай я уже сняла в перепуге что будет ночной заморозок но не со всех вот здесь был мелкий я не снимала и они умудрились но это понятно что еще ни о чем вот такого размера тут назреть и как вы видите немало их в общем завязалась и дальше они продолжают колоситься и куст который практически был лишен листва изофитофтороза был весь лист этот выстрижен стволы остались целыми и он снова пустил огромное количество зелени который прекрасно себя чувствует и в общем то если вы были плюсы там на улице еще что-то вот кто тут свинство такое делает эти томаты всего еще выросли вызрели все остальное я уже знаете как я уже у меня вообще для другой цели вот они тут вообще все остались я смотрю насколько хорошо и качественно может нарастить куст зелень смотрите какой лес по весне таких листьев не всегда бывает и он цветы пускает все на свете томат очень живучий поэтому если вдруг на вас напал фитофтороз не надо сразу охать ахать надо вырезать по максимуму все что мы можем вы вырезать и даже иногда он прощает фитофтороз ствола то есть проскакивает вот такие смотрите момент это тоже для меня видите фитофтор и повредил слов поврежден но хоп и он дальше растет и растет и уже много времени так динозавр сорвал крапиву это ты иди куром дай крапиву они будут обязательно я там тебе оставила дырочку кстати вернемся я курятник еще уплотнила утеплила вернемся к этому моменту но вы поняли меня даст подач какая у меня в плане выращивания томатов и кстати ребята если вы в теплицу пускаете птицу на зиму не ждите что вас летом будут томаты и не ждите что они будут вкусные азот влияет на томаты очень негативно у вас будет масса зелени и минимальное количество плодов которые будут водянистые и кислые вот всему свое время томаты поэтому подкармливаем только рано-рано по весне чтобы они дали красивую листву все не более чем жирующий томат хуже чем жирующий виноград нет томат хуже томат лучше чем это фуфу вот виноград лучше чем томат нет чего подобного вот видишь первый раз ты правду сказал смотрите еще нет ничего лучше томатов томат форэва после обрезки дома только томат у нас должен быть после обрезки пришпиливаем вот к земле ведь вот такими электродами согнутыми и обработал я железным купоросом весь виноградник полностью прошелся обработал еще хотел показать третий вид нашего укрытия на нашем участке простой тент рекламный баннер на баннер правильно вот баннер в два слоя я его сворачиваю и вот это пергола она у меня ведь как устроена виноград растет прям под нижней проволокой и я перекидываю вот этот баннер вот так с двух сторон домиком и чем-то пригружаю чтобы его ветром не срывало и как показала практика баннер вполне даже очень хорошо справляется с укрытием винограда даже вот у нас когда бывает довольно-таки суровые зимы хочет и смотри не профукал вот что еще а я бы добавил этаж если если сильный мороз и слава богу есть снег я торцы закидываю снегом ты согласен что главное укрытие это снег ну конечно я уже говорил как раз в том ролике который в описании что у нас главное укрытие это снег если без снега и минус 30 то я думаю что никакое дополнительное такое вот такого плана укрытия не поможет уже все вымерзнет холод не как бы ни один единственный фактор который убьет ваш виноград зимой а сейчас последнее время это как даже большее значение для винограда такое вот пагубное влияние оказывают ледяные дожди вот эти вот ветры до с дождем который просто просто вот обрастает к коркой ледяной и все и пушки погибают панцирь да и все это как здесь поэтому от этого укрытие как раз спасет любое а утеплитель основной это снег все правильно так мы можем идти дальше или вы все-таки запанули нас на виноград конкретно в этом обзоре покажи что мы перекрыли но это здорово да мне так нравится это место а потом он говорит мне к под какой-то крыши мне хранить снегочиститель вот сюда его корячий здесь храни чтобы я его необходимо людям удобно было выкатить да да я не подумал извините вот я помнишь говорил что нужно мне воду откачать из столбов до заморозков я вспомнил вчера об этом принес даже аккумулятор с насосом вот такой носочек у меня есть и вот сейчас мы им откачаем воду чтобы я уже а там есть вода зимовал спокойно есть я не смотрел ну думаю что есть ладно короче вот такой у нас теперь площадь закрытая крышей меня прям очень радует смотрите как классно вы видите сюда чуть-чуть чудесно здесь осталось капуста для кур так что главное не сказал чтобы вот так вот укрывать прям на фергале виноград нужно что вот здесь была не проволока а тросик но наверное пятерка лишь четверка четверка наверное то есть понимаете что если просто на проволоку он такой вот такой тент сюда поместите то его снегом вашу про проволоку просто оборвет так что у меня здесь вот такой трос натянут и то он провисает я его периодически потягиваю со стороны у меня есть устройство ты можешь отстать от нас со своим виноградом уже на сегодня но проперга лом можно будет как-нибудь когда уже снимать нечего будет я может расскажу да когда это будет можно узнать когда нам будет нечего снимать можно узнать когда у нас тут сожрут кого-нибудь то потеряем пипец одни новости смотрите какое чудо сейчас я уйду в тень знаете что это ну знаете конечно же что это ремонтантная малина в этом году осень у нас видимо просто шикарная она нас очень балует и такими днями уже темно конечно уже в 5 темно наверное и световой день короткий но при этом нет вот этих проливных дождей с холодом и с моросью и с малиной в этом году прям очень шикарно вы знаете как понравится вам ремонтантная малина или нет зависит от того в какой год она у вас начнет плодоносить то есть она начала хороший год типа этого и вам понравится скажите обалдеть как классно если начала в плохой год и осень не какущая тогда что вы скажете нафига мне эта ремонтантная малина она нифига не успевает вызревать и она вообще не какущая малинка очень молоденькая и всего два кустика спасибо ребятам с коринского шикарней малина шикарная просто буду обязательно разводить ее себе еще благодаря им у нас вот такой вот знаете создался такой малинчик видите он еще по 2 по 3 веточки нормально перголы нету надо заставить сашу сделать а то для винограда то он видите что наделал там труп накопал а для нашей любимой малинки пока мы ничего еще не успели сделать посмотреть какого размера ягода обалденный правда суперская и вот особенно какое-то малиновое дерево ведь как он вообще стоит куст ему даже подвязка не нужна никакая лук порей еще не убран но и бог с ним да его можно не убирать кукурузу все собрала очень удачно в этом году кукуруза рассеиваю вот таким образом вдоль картофельного поля и не убираю эти тычки они потом когда сильный ветра дуй не дают сдуваться так сильно снегу с плосковой поверхности понимаете да снег остается лучше наш бройлер ник так ну на самом деле тоже не готовились к съемкам здесь просто захожу да слушайте темно надо да вот так мои малыши экспериментальные лампа выключилась в офисе сюда в угол забились да но вы хорошие здесь на самом деле очень тепло вообще просто здесь помещение у окна вам видно у открытого окна 20 градусов но вы слышите шумит это вытяжка постоянно вот такие мои птички хорошие все у них тут отличненько все чудненько брудер дима бочарова делает свое дело товарищи загрузил птицу выгружаете уже готовые готовая разделку ножки отдельно фарш и все остальное шучу конечно но на самом деле самый беспроблемный аппарат вот смотрите такие хорошие все торчат все кушают так еще раз это эксперимент богданович и пурина здесь у нас все кушать богдановичи да вот вот их сколько тут на богдановича сидят ну ладно малыши карандаш и бать к вас рассаживать все жаждет уже поэтому эта партия у нас призабойная через недельку где-то все будет убрано все конечно же в клеточном содержании убирается у них помет раз в сутки это вечером сейчас день это среднее положение помета на поддонах вот у меня наступает тут ломится-то боже мой температура у них вот такая здесь вытяжка рядом все работает так но здесь в общем-то про все устройства здесь что вы видите есть отдельные видео начиная от прибора для помета удаления заканчивая брудерами клетками всем на свете как устроена система паения вентиляции водоподведения все на свете здесь все 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 есть так идем дальше что дальше идем нет или вы уже устали от меня мужчина в закате вы увидите все идем теперь птичник в котором меня сейчас прямо при вас наверное съедят потому что я их еще не кормила еще возьмем еду исключительно в рамках самосохранения возьмем еду капустный листочек сверху и это заваренное зерно заваренный бульон в горячем залита хорошая штука прекрасно едят овес пшеница и чмень да котенька алена так у меня вопросы знаете вопрос у меня вот по этому поводу вы хорошо все видите да у меня появилась новая птица похоже мне вопрос 1 как он сюда пролез раз он сюда пролез значит сюда может пролезть еще кто-то как он сюда пролез скажи мне когда я все 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 закрыла внизу все все сеткой огорожена он зашел что ли вчера как-то пока я наверно убиралась да и чего че с ним делать-то обнять и поцеловать выгонять сейчас куры его выгонят да маленький посол кому страшного себе у не жалко дадим ему курочки я боюсь у курты бы его не заклевали он малыш такой вот и боже мой да достаем его да папа ты представляешь у нас котеночек тут курятники мы пришли у нас котенок здесь сидит этот маленький вот видишь слушайте на удалить вообще у нас это чё птиц птичьи ферма или кошачья не понимаю мы пока теряемся в выборе убегает все я спасен ну пусть кушает спокойно да я вы что не может хватать вот друзья вы спрашиваете куда мы деваем падеж куда мы деваем головы или ноги или еще что-то у нас есть система схема ликвидации этих отходов промышленности птичьи наши так ну вот так например получается на самом деле не очень приятно смотрится грубо говоря это птица который была водянка и она была залита водой когда темно чтобы вам это показать и нас умудрились не забанить берешь птицу которая синяя у которой водянка кладешь ее ведро ничего ни в коем случае не ощипываем ничего ни в коем случае не разделываем ничего вообще не делаем ни в коем случае ставим на плиту берем зерна смесь уже смешанного сухого зерна еще раз я использую пшеницу ячмень овес бывает кукурузу засыпали можно целый не буду просто тратить ваше время на это зажигаете и заливаете это все дело водой больше мы ничего не делаем и когда вы будете высыпать это курица благополучно вся будет разваливаться на части хватит и кискам и курам и кому только вы хотите это дело все дать а соседи будут спрашивать что это ты такое вкусное варишь скажи рецепт вы скромно закатываете глаза и говорите что приготовили вкуснейший борщ мужу они птицы сварили падали вот вот таким образом сверху так как сейчас уже улице прохладно то есть я делаю вот так видите да огонь уменьшаю я что сашка против но я все так делаю выбираю я безветренную погоду если у вас есть какая-то уличная кухня это может быть по-другому выглядеть закрываю видите крышкой чтобы там создавалось еще большее тепло и чтобы ветер ни в коем случае не задул мне плиту и все и после этого вешайте на дверь объявления вот такого плана и муж вот так подписывает ну потому как с чувствуем ровно все хорошо короче главное не забыть теперь и все я ставлю на час бывает на полтора и все это шикарно туда же можно овощи туда же можно всевозможные ваши оставшиеся какой-то рис или гречку не что на можно лук туда можно все свеклу морковь мелкую добавлять и все 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 это все варится вот в такую кашу когда вы это высыпаете в таз это все можно и больше не трогать куры сами разберутся что они где клюнут что где достанут но я вырываю грудь у вареной птицы для котов все больше ничего не делаю и для этих целей у меня есть такие страшные перчатки которые как всегда бросают и как всегда меня за это ругают с котами мы разобрались с вами с котами с котами на так теперь птица мои милые до запоздал я сегодня к вам до запоздала воду выпили надо вам помыть будет тазы так кукурузу вы выклевали так кукуруза сейчас пойдет вон так камень обязательно они так хорошо справляются так теперь надо как-то из ловчика поснимать немножко ногами вот так вот это выглядит и да ну так как у меня еще молодняки и все на свете поэтому точек доступа еды должно быть максимальное количество если у вас зона кормления маленькая то куры маленькие или в младшие или не статусная останутся голодными это позволить мы себе такому не можем происходить поэтому мы с вами делим вот таким образом на три она кормухи получается и грубо говоря идем еще за ведром у меня уходит корма прилично для кур но я уже знаю сколько у меня примерно голов сколько мне нужно им дать но еще такой момент так как я вечно в запае я могу кормить кур один раз день к сожалению да признаюсь куда делась куча богдановича так но это не тянет конечно особо на интригу но короче оставайтесь на нашем канале вы узнаете зачем саша здесь освободил место это интересная тема а я хочу вам сегодня показать публично прям вот наглядно что называется хотя у меня не камера в руках а телефон камеру сашка забрал с собой уехал как раз за очередной темой для наших видео а это мешки с зерновыми и два вида комбикорма пк4 пк1 для несушек что хотела добавить в свое видео это уже на следующий день я снимаю после обхода что я эти два комбикорма не знаю говорил нет смешиваю потому что в нем чуть чуть разный состав но мне устраивает что в комбикормах есть незаменимыми аминокислоты мне кажется это помогает пищеварению птиц в любом случае для нее полезно поэтому я один раз день делаю мешки как я вам показала и один раз день ставлю комбикорм чередую короче эти все моменты комбикорм понятно я его смешиваю и ставлю им один раз день не забывайте что существует норматив кормления птицы больше не превышайте его на 120 грамм в среднем на среднюю птицу в день это значит 60 грамм в одно кормление не попутайте грубо посчитали сколько их и чем-нибудь уже известного объема откладываете им в миску курица должна съедать все не должно стоять это дело ячмень пшеница кукуруку как бузька скажет кукуруза овес у меня есть всегда хоть его и надо добавлять не больше 20 процентов насколько мне известно иногда его просто чистый ставлю птица знает когда и нужно овса если честно вот она прям сама идет потом кормовой мел в мешнике не добавляем ставлю отдельно и ракушка да ракушка скорее покупал из линдюков говорят что в ней там есть в каком-то слое там что-то вредное мышьяк ртуть свинец и что-то еще но мне кажется что если улитку курица ждет нифига с ней не случится так пока по крайней мере мы не страдали от ракушки мы страдали от ее нехватки а жирного в желудке птицы всегда очень полезная вещь на индюках проверено чем больше камни в желудке тем крупнее птица так вот из этого мы сейчас будем делать с вами зерна смесь позволение сказать а на самом деле просто смесь зерновых не размолни какой ничего и покажу что дальше делаю берем ковшик у меня небольшой и по корме сейчас не надо мы с вами зерновых ковши ячменя это птица мишенички ковши ячменя ковши ячменя ковши кукурузки вот так и ковшик а насыпали получилось 4 ковша как вы понимаете овса 25 процентов да поэтому добавим еще 1 1 ковшик пшенички из этих зерновых пшеница без ограничений может быть все немножечко чуть-чуть я перемешиваю но она сама перемешается и пойдем заливать дальше и так у нас с вами есть ведро ведро в это в железное я высыпаю и момент такой если бы у меня не было там кукурузы я могла бы просто залить и не проваривать кукурузе добавляют только в вареном виде как мне кажется что птице тяжело склевать крупную кукурузу сухую или даже замоченную я всегда кукурузу провариваю вы можете как не делать на самом деле особенно если у вас размолк кукурузный он еще больше схватит жидкости даже не надо варить эту зерношнюк я сварю у меня остался бульон после того как я сварила тушку да и я этот бульон буду использовать в данном случае я не просто залью а именно проварю а я рекомендую вам периодически еще и просто заливать зерно ячмень пшеницу и овес спокойно залили бульоном оставшимся и потом согласны с вами что останется обязательно жидкость то есть зерно она всю воду не впитает она что сделает она заберет часть в жидкости но достаточно много ее еще останется вот эта часть жидкости короче я заливаю так чтобы у меня зерно впитало почти все на осталось при этом сыром и влажным и я могу туда добавить буквально ковшиками корма перемешать все это дело и он заберет всю ненужную влагу чтобы у нас не было лужи в кормушках для птицы то есть я использую комбикорм как абсорбент который забирает влагу в этих кормах и остается достаточно сыпучая такая смесь которую очень хорошо так а это мы с вами возьмем сейчас другой птичник который отдельная история песня на часто спрашиваете что и как у нас показал себя птичник в теплице сейчас посмотрим смотрите спарина видите с той стороны ночью уже холодные закрываем но нужно их открыть конечно потому что в теплице птичники теплицы есть самая большая проблема это что злой индюк который не даст вам туда зайти нет шутка это влага значит влажность приличная в теплице всегда когда сейчас говорю три дня более-менее сухо это круто но когда блин влага на улице сто процентов и здесь стекает все по стенам и сверху и внизу и везде то это ужасно товарищи что хочется отметить три петуха глашейка redbro и кучинский на самом деле до них просто руки не дошли кучинский для разведения на породу вот а галашейка redbro просто так блин я не знаю чем мы держим короче но скоро это исправится кормушки которые купила пластиковые сушками очень хорошо себя зарекомендовали короче ничего не отвалилось мне нравится на легко и качественно воды конечно же ни у кого нет потому что ирина викторовна поздновато заходит в птичник молодняк данный молодняк это будет молодняк на разведение потому что это породная птица это породная и отобрана так скажем так которая лучше больше всего мне радует по экстерьеру черные лапы у всех значит и петушок мне тоже будет на разведение красивый мне очень понравился он хороший его оставила и все у него признаки правильные так скажем вот так они у меня сидят здесь с нормативом определенном кормлении уже я их не кормлю от души и здесь два поколения здесь есть поменьше постарше вот вода ну есть еще хорошо есть так есть поправить это птица на мясо обратите внимание на что вот эта помесь у которой пол головы в свое время съели но сейчас все зажило гораздо крупнее он гораздо крупнее амираукана вот он но это помесь амираукана с кучинкой то есть такая помесь на мясо в общем мне нравится потому что он как амирауканский красивый статный сильный и крупный как кучинка меня вот вполне это устраивает так что вот и несколько кур которые я посмотрю вот это кучинки чистокровные посмотрим нужны мне они будут нужны или не нужны я их продам без проблем вот чем хороша кучинская порода кстати цыпленок кучинский достаточно крупный его всегда выбирают среди разных других цыплят особенно даже не знающие люди как бы просто начинающие птицеводы или те кто кому пофигу кушать за породы им хочется вот цыпленочка выбирает крупных крепких красивых а это как всегда конечно же кучинска мини лигорны или карник карликовые лигорны выбирают их редко потому что вот эта курица несет яйца понимаете но визуально она выглядит как кучинка блин в две недели вот вот и все тут тебе у них 5-6 яичек каждый день сейчас пока не молодки они не блинки они во что не ушли эффект насиживания у них нет и про эту птицу есть отдельное видео на самом деле можете посмотреть все мнение о них абсолютно такое же ничего не поменялось и конечно же я не откажусь от этой породы хотя старую семью мы отдали она благополучно абсолютно живет и несет яйца и до сих пор но просто мне было на тот момент желательно вывести птиц побольше по числу а вселять в эту семью никого я вот не умею по карамель пока то есть кого бы я не вселила сюда это будет жесть а здесь я просто убираю это свободный отсек у меня никогда не хватает времени на это мне нас все это вычистить так ребята камера заполнилась я скачал информацию сделала ее прицепила к штуке который одевается на глуп поэтому сейчас вернемся с вами птичник а сейчас мы зашли в наш инкубаторий где саша проводит кое-какие работы по этому поводу тоже будет видео поэтому не забываем подписываться на наш канал не забываем ставить пальчик вверх если вы подписаны на наш канал у вас не нажат колокольчик то что то никакие оповещения вам приходить не будут может быть где-то там когда-нибудь но не всегда и не сразу и не в нужное время вот об этом будет у нас видео об этих пеноблоках отдельно это сказка песня просто как всегда все не без приключений как всегда все не перед не без того чтобы вы посмеялись над нашими делами ну ладно на самом деле у нас будет еще пополнение в рядах инкубаторов так что оставайтесь с нами о сказка это же нереальная сказка у нас на участке выросли красивые сугробы молодец сан сергеевич хвалю мы дальше вернемся к нашим курам говорить о том что я буду кормить их сырым мясом и не вареным это конечно дичь полная потому что сырое мясо они не имеют возможности не отщипнуть не съесть ничего они будут вот-вот в этом вот обваливать эти все сырые грязные потроха которые сразу съесться не получится это все дело там закихтит затухнет они куда-то это утащат это все будет вонять и размножать особенно полету червей все остальное мне такое счастье не нужно категорически поэтому я никогда не дам курицу сырое мясо не не говоря уж о том что сырое мясо может быть как-то инфицировано да например ну это крайне маловероятно но зачем мне такая вероятность вообще в хозяйстве тем более сырое мясо как вы понимаете ты не можешь вареное когда ты варишь мясо то вот этим бульоном насыщается каждое зерно в отдельности которые ты варишь вместе с мясом если у вас есть возможность мясо варить то пожалуйста варите не размножайте все на территории мух заразу и все остальное и даже не тучки кушают вареную курочку очень хорошо и прекрасно можно просто целую курицу сварить если у вас есть какой-то падеж тот же самый понятный до водянышный там вот это вот все дела и нечего тут даже не мудрство и лукаво что называется так знаете что я одеваю камеру на голову вот моя ужасная шляпа зачем сейчас скажу так я надеюсь что вам видно да видно так во первых кормушки смотрите как мне удобно при определенном устройстве я могу ее вытаскивать видите через эту дырку и засовывать я даже не открывая ничего все у меня все четко все ясно и все быстро все быстро и тут же стало все медленно да вот так поелки у нас кроличьи которые мы ставим на доску вы видите здесь отверстие щель поэтому можем их поставить благополучно и чуть-чуть подогнуть если надо птицы я ставлю кормушки 2 и вот это сделано из профиля да сашка вам скажет какого если вам надо мне удобно потому что этот профиль когда птица маленькая закрывает это отверстие цыплята не вылезают как только они становятся побольше они прекрасно достают сюда и я использую как кормушку станут они еще больше этих вот так и кормушка переедет оба к ним так камень в тазу чтобы не очень роняли ой блин извините я по вам задела вот но ничего вот профиль видите птицы в это отверстие не влезает этот профиль уже птички постарше можно вешать внутрь все чудесно точно такая же поилка я считаю что и маловато причине на не считаю я знаю я еще ставлю ведро в котором камень все с этими понятно все до товарищами здесь та же самая история у меня есть крюк кто это скажите мне лонжерон кто это короче длинная железная палка которая в машине александр сергеевич от чего-то там где-то надыбывал их у нас полно так яйцо достали засранки кто-то там вот несется здесь старая еще пытается нестись так яичко отложим у них висит постоянно зерно овес ячмени пшеница перемешана это как сказать у них нз если нет корма какого-то совсем прямо они вот это дело все бывает склевывают качан капусты бывший да ну чё оставим пускай доклевывают так ну все я пошла за зеленью эмульчирование гряды горчицей она не только спасает вашу гряду но еще и дает вам возможность иметь долго пышную и очень полезную зелень для вашей птицы также как по я вас специально сажаю капусту я специально для них эти кощаны у меня чуть ли не в заморозок уходит капустные я специально для них сажаю что еще бывает лук сажаю специально я не вырываю горчицу с корнем я стараюсь обрывать ее вот так короче ладно на сейчас хватит пока индюки тоже любят это дело индюкам тоже обязательно срезаем траву вот на мой взгляд гораздо лучше когда у птицы сухие и чистые лапы когда она с утра вот через этот фронтон получает света приличное количество и вечером вот с этой стороны два отсека тоже получает свой свет и солнышко и этого вполне достаточно чтобы птица ощущала себя достаточно счастливой малыш не можно вот так вот вешать поиграть если вы не хотите чтобы они гоняли у меня есть такой крючок сейчас я вам подробненько покажу можно вот так вот пристегнуть через какое-то время они вообще тут и съедят полностью крючок вот такого плана опа сашка на них закрепляет стволы у этого винограда я соединяю вместе и могу обхватить любой пучочек и делать не обязательно петли не вешать обязательно на крюк но обычная пачку просто посерьезнее даю можно сделать вот так и растянуть ее сделать вот так птица с большим удовольствием траву отщипывает чем гоняет ее там и затаптывает это ненужный процесс вот тем более с трава свежая она будет может и плеть гнить и так далее так индючки доедят это и малыш не наши в вязать нам порядке вот здесь крючок помогает вам и возможно издает повесить сюда ведро с комбикормом или еще с чем-нибудь 5 килограммов и благополучно не индюки никто его не достанет ребят что я хотела сказать вам о выгуле так о выгуле я хотела вам следующее сказать вот это конечно же не выгул это я считаю зона отчуждения какая-то специальная размножалка для глистов всякие косякой заразы и всякой чушни вот в таком выгуле у вас обязательно будет гистомоноса индюков обязательно будут глисты ваших кур обязательно будет какой-то геморрой если вы владельцы уже такого выгула вы знаете не дойдите мне соврать что это выгул конечно же максимум утки ну и как мы выяснили цесарки потому что недостаточно серьезный иммунитет и они выживают в таком дерьмище утки гуси цесарки куры так себе что называется от безысходности может быть и будут здесь жить но ни о каком там счастливом существовании речи быть не может конечно это грязь это жижа это ужасное ужасное все это все птицы просто ну просто в ужасном состоянии я надеюсь что мы сможем избежать впоследствии такого содержания птицы для этого мы делаем навесы выгул под навесом выглядит совершенно по-другому он представляет гораздо меньше опасности для птицы и точно также в нем достаточно света солнечного вот такой выгул возможен у нас по нашим климатическим условиям ну наверно 60 максимум дней в году когда солнышко когда это лето когда это все сохнет быстро вот сейчас четыре дня была сушь но осенью вы знаете да не один день не льет неделю сушит вот у нас неделя что называется четыре дня уже солнце и все равно это вот такое вот вот такое вот жижество без единой травины утрамбованная земля который не впитывает влагу ничего это не выгул это сплошная эпидерсия и сплошное распространение заразы выгул это то что вот за забором вот птицы у нас гуляла индюки это был выгул они два раза в одну точку не наступили конечно же такой выгул есть не у всех значит что делаем значит огораживаем выгулы максимально от влаги от сырости и от наших не слишком подходящих погодных условиях вот это выгул в нем и сейчас можно есть что найти поклевать где почесаться лапы при этом останутся сухими и все будет хорошо но я понимаю что есть не у всех вот такой выгул это выгул 60 дней в году не более чем либо птицу сажаем на глистогоны на постоянной основе на всякие метронидозолы индюков только чтобы она у нас не крякнула благополучно от такого солнечного классного выгула но это вот простите мое мнение я не могу по-другому сказать да про выгу а это болото да это болото откровенно и чем вот так содержать птицу лучше содержать ее помещение или плит ну конечно тут глуп грубо говоря даже если кред клетку сравнивать с тюрьмой лучше в тюрьме сухой тюрьме да чем на каторге по колено в говне собственно вот ладно я хочу хотел показать еще последний четвертый вариант укрытия винограда если если кустик маленький молоденький я укрывать могу смотрите здесь вот такой пролет мне не хотел закрывать его да и нечем особо вот так кладем баллон сворачиваем кольцом лозу потом я кладу деревяшку чтобы металл близко не находился к почкам дерево потеплее вот и закрываю крышкой металлической ну чем угодно здесь закрыть можно что есть под рукой темы закрываете все все перезимует нормально но по крайней мере у меня пока да не было проблему с таким укрытием именно все пас последние штрихи ты чуешь марину я лену ну ешь и там вообще думали об логе правда все кричат все говорят одному один самолет угнал по воздуху те самолеты уже взлетелись из них вышли пассажири начали искать эту злодея а некоторые самолеты стреляют прям охраны и полиция уже едет очень хорошо ну я тогда спокойно раз они уже едут жди тогда охрану и полицию пускай разбираются в конце концов да хорошо вообще дурдом короче самолет пожалуйста вот здесь подберите а а то папа папа наступит и будет авария посерьезней ну и сейчас я вам покажу выгол под крышей во первых вот видите смотрите рассеяли зерно у меня не сильно есть переживание в этом поводу они все подберут завтра потому что выгол то сухой понимаете сухой петух кого-то задрал да вот там много пылищи но все продувается со всех сторон и всю эту землю они расчесали и сами знаете они как любят поваляться во всем этом деле чуть ли не кверх ногами в теплый солнечный день даже сейчас когда припекают они это делают и вот такой выгул сухой ножки чистые и даже заметьте белые куры которых топчет петух остаются белыми в том выгуле белую птицу я бы не заводила дабы не получить инсульт когда я его вижу впоследствии так смотрите как всегда сами знаете милые дамы что если птицей занимаетесь вы то мужчину заставить что-то сделать это целая история эпопея то есть сначала закидаем удочку ждем потом закидан таракана ждем еще и потом вам может быть что-то когда-то кто-то сделает но мы женщины вот знаете нам чего не хватает конечно нам не хватает физической силы мужчины да вот были бы настолько сильны да и нафиг нам ваша помощь мы писаем все сделали но нет нуждаемся мы безусловно в мужской руке не всегда поэтому я здесь нагородила всякой фигни вы видите у меня есть оргстекло вот такое одно я примастерила вот так вот там у меня отверстие для того чтобы бузька корни травкой их она сюда приносит травинки им дает но и в общем все равно в этом углу надо бы проветривание какое-то устроить здесь у меня стекло его я привязала проволокой закопала под камни зацепила вот там трубу и короче здесь у меня закрыта получается часть здесь я закрыла тоже оргстеклом до земли потому что косой дождь оттуда не льет мне вот сюда это меня очень устраивает здесь я тоже закрыла здесь и было закрыто ветрозащитой здесь тоже везде ветрозащита видите то есть с этой стороны у нас тоже особо не льет вот этот выгул я считаю выгулом сюда можно и травы принести накидать они ее не в жижу не в топчет сюда можно и еду ставить спокойно у нас закрыто все до самого потолка и сверху сетка очень мелкая то есть да никакая птица не пролетит эта сетка мелкая если вы видите она вот до сюда вот и кстати знаете пару раз пытались пролететь пару раз застряли и висели какая-то птица висела тут за ногу отцепляли пока она висела и орала все другие похоже услышали и передали другим туда влетать не стоит это было только в самом начале спрашивали про чернушку вот эта моя девонька она всегда выйдет поздороваться но конечно за еду понимаете да предательская рожа конечно же нам надо пожрать больше чем всем остальным это сейчас будет все сделано чернуха не переживай так девки стыдобища вода похоже у вас здесь закончилась давно на них выгулялись вода но чернушка у нас тут сидит наш мы должны то как минимум намыть и залить да да уж кастрюля как раз не для видео простите меня помоем потом сегодня снимаю видео мне некогда сегодня да еще сейчас при вас кастрюли навывать буду чтобы на растянуть все это на три часа так все мои милые вот вода галаше ищи все пять штук у нас тут носятся так малышня у меня одна количество одного цыпленка есть курица сидела на 16 яйцах может называется что как говорится какая курица понимаете вывела одного цыпленка остальные какие задохнулись какого раздавила какую щучу все сплошное недоразумение и так кормим чернуха ты представляешь еда еда чернух чернуха смотри еда ух чернуха еда якобы подходит бконге комбуком бегом сюда бегом чернух а там бегает заглядой вы только знали она просто чернуха до вас есть и до выставлю черного черного это здесь уже он здесь ей тасто смотри здесь он будет да да дадата все пишете тебе надо тебе чернухе надо первым делом жен как тебя не будет на видео видно happen кто-то черный все пожалуйста там у вас на выгуле есть учетки сюда пришли у нас есть в выгуле свет вот свет сейчас я уже тоже видите зажгу сейчас сниму с головы камеру вот этот фонарик дает нам возможность продлить световой день для птицы и это тоже хорошо позитивно сказывается кстати вам лайфхак смотрите если вы хотите чтобы помет птицы собирался даже на выгуле примерно в одном месте большего часть ставите сетку такую и они все будут ночевать садится вот так на эту сетку все будут срать вниз и тут будет у вас прям кучи внизу помета туда можно положить какой-то металлический лист или еще что-то гладкое чтобы можно было собирать его и они не будут засирать таким образом весь выгул серьезнее чем вот именно в этом месте то есть будет скапливаться если туда вниз требуется посадить цыплят каких-то маленьких на заживание с общим стадом значит сверху мы кладем какой-то ли сверху чтобы птицы не сразу нам на малышей но и выгребаем соответственно все внутри вот вот такую вот ситуацию схему мы отработали у себя и для меня это удобно я не вытаскиваю эту сетку я могу ее там передвинуть если мне надо если мы не надо могу не передвигать это видите подвязан доска то есть я могу отвязать ее она опустится вниз и вообще птица будет видеть другую птицу но не сможет ее достать никак вот такая вот схема это лично у нас ну может быть вам тоже будет она полезна друзья но и не забываем о значении зеленых кормов для птицы да вот смотрите это то что я для своей птички приготовила летом сажала соответственно осенью убрала это тыквы которые точно будут лежать вот вам для сравнения яичная ячейка но так просто в руках уже оказалось видите что она огромная в общем 2 тоже такая большая кабачки все тоже дозревшие лежат достаточно долго вот поэтому рублю прям топором и куски даю одна шкурка остается зеленая корма птицы очень конечно нужны сейчас я их не трачу это уже на время когда мы с вами не сможем никакой травки нарвать саша скажи про окна что окна отдала нам елена николаевна спасибо ей огромное мы будем их использовать надеюсь всякие курятники в наши в новые окна не простые окна музыкальные это из консерватории или из концертного зала имени чайковского я что-то толком не помню ну короче не с простого места окна вот так что наша птица будет приобщаться к высокому к прекрасному прекрасному искусству да ребят спасибо большое что досмотрели это видео до конца и сейчас небольшую я интригу свою раскрою на самом деле мы показали вам птичники в самой пиковой грязноте их то есть у нас были большие забои у нас было много много очень дел связанных с этим осенним забоем птиц и сейчас у нас есть время наконец-то все это вычистить поэтому до такого состояния мы конечно же обычно птичники свои не доводим но сейчас я решила снять именно в этом состоянии все по причине того что вы часто пишите как же вы все успеваете как вы все там это самое в чистоте держите нет ребят бывает по-разному бывает и вот такое как в этом видео но сейчас мы справляемся и вся птица находится здесь потому что там бахали серную шашку и у нас глобальная уборка во всех птичников птичниках сейчас уже все проветривание идет конечная стадия на улице похолодало и я открываю сегодня свой птичник вот Вот пол я буду намывать вместе с окнами водой хлорированной. Сейчас оденем перчатки, сделаем убойный раствор, выгоним котов и все это дело пройдемся. Вот эту стенку, вот эти планки, здесь осталось чуть-чуть допылесосить, все остальное пропылесошено, гнезда все вычищены и будем засыпать новыми свежими опилками. Пылесосили все вплоть до стен, до вот этих вот трубок, до всего-всего. И малышеньки, совсем замерзли, все уже, открываем вам, открываем, курятничек весь почищен, все сделали. Там малыш даже пищит, совсем околел. Так, ну здесь надо мне довставить все. Вот я хочу вам показать. Толстый слой опилок засыпан. Ну как толстый, сантиметров, наверное, 7-10, как получилось. Вот, будем подсыпать, имеется возможность подсыпать сюда опилки. Сейчас они все это дело разровняют. Обратно поставили сетку, загородку. Сейчас временно она будет закрыта. Она ни к чему пока, да, для молоднячка, для всего на свете, для цыпляток. Пока будет так. На поддонах, вычищенных от начала до конца опилки, поддоны все у нас подписаны. 1, 2, 3. Отличная система, ребят, вот этого вот сложенного насеста. Все разбирается, все снимается, вытаскивается, все моется. Поддоны зарекомендовали себя шикарно. Ребят, вот не стыдно реально вам посоветовать. Если вы так себе сделаете, вы беды знать не будете. Всю зиму вытащили и 90% помета, ну хорошо, 80%. Вы снимете с этих поддонов в чистом виде и сможете вынести из птичника даже зимой. Что очень сохраняет подстилку в хорошем состоянии. Вот эти панели – шикарная вещь. Они снимаются очень просто. Сейчас они зажаты, дырочки, видите, как отверстия, в них шурупчики. И вот таким образом они могут сниматься. Они снимаются легко, очень легко. И одеваются также очень легко. Все, видали? Вот, и никуда она не одевается. Пластиковую эту панель можно мыть сколько угодно раз. Такие же панели сделаны за клетками. Клетки все вычищены, клетки вытаскиваются. Все вытащено было и все помыто керхером. Все чисто. Монтана. Хорошо. По фэншую теперь? Теперь твоя душенька довольна? Все поддоны чистейшие, все отлично. Гнезда. Гнезда тоже вот два уже засыпаны. Сейчас еще буду остальные засыпать. Но пока не засыпала, я пущу кур. Ребята, они очень замерзли. Я обязана просто показать вам одну мою Чернушу, пока она тут, моя хорошая. Вот такая лошадена. Не каждый индюк достигнет таких размеров шикарных. Да, Чернуша? Так, все, Чернуш, сейчас подружки залетят. Зернышки клюю, ю-ю-ю-ю-ю-ю, гребешком трясу, су-су-су-су-су, в курятнике живу, ву-ву-ву-ву-ву-ву. И пораньше с утреца я снесу два яйца. Кто я? Я курица. Я курица. В ящике с песком валяюсь босиком. Червячков клюю, потом я какаю. Делаю вот так. Ку-ку-ку-ку-ку. Поклюю чуть-чуть овса. И снесу два яйца. Кто я? Курица. Ца-ца-ца-ца-ца. Хочу к папе. Хочу к папе. Кибель. Ну что, как дела? Пока. Страшно спрашивать, если честно тебе. Ты будешь ужинать? Бусина. Нет, пока не могу. Не можешь? Почему? Выросла стена. Да ладно. Правда что ли? Обалдеть. Восебство, да? Не говори-ка. Она сама? Она сама, конечно. Ты ни при чем? Чисто удобрение. Хорошо. Больше что творит куриный помет, понимаете? Класс. Слушай, а была песня. И вот выросла стена. Что-то оно такое. Помнишь какая-то? Нет? Ну, спасибо, Господи. Ты другие песни слушаешь? Да. Кадиллак. Хороший еще. Хорошо. Извините, пожалуйста. Не журпагондируй здесь наркотики. И ничего более. И же с ними. Это же такое все, чтобы Дарик сел? Ой, какой удачный момент мы выбрали для съемки. Все нормально. Это я торможу уже. Ну-ка, дай я посмотрю. Так, все. У меня там раствор. Подожди, надо... А знаешь, почему ты тормозишь? Потому что ты не ужинал. И практически не обедал. Класс. Ну, там еще нету... Что ты снимаешь? Это просто... Не все равно смотри, как краешь. Это раскладка на сухую. Здесь еще нет раствора. По этому уровню, видишь, не бьется. Это все просто стоит. А вот здесь бьется почему? Здесь все уже поставлено. Ну, вот поэтому я здесь и снимаю. Обалдеть, а? И этот человек говорит мне, что он не может сейчас. У него и времени не хватает. Сделать пристройку к дому, понимаете? Блин, 20 минут и стена готова. Буквально два дня и новый коттедж рядом с нашим стареньким домиком. Вот так. Врет, что... Что делать? Ну, хорошо, хоть работает за еду. И то ладно. И, кстати, возвращаемся к вопросу о еде. Ты ужинать-то пойдешь? Нет, сказал. Слушай, классная штука для теста, однако. Тоже может подойти, а? Это миксер? Автоматик. Раз, отвалилось. Круто. Ну, ладно тогда, хорошо. Когда будешь готов, я тебя жду. Я в халате тут такая вся. Думайте, что я стараюсь-то скорее закончить. Потому что их убрать надо отсюда, они мешаются. У нас другое оборудование приехало, о котором мы расскажем вам. У нас будет, скажем так, сравнительный тест. А стоять некуда, в портре все лежит. Так, собирать будем. Будем собирать. Так, инструкция для лохов. Сейчас мы так соберем все, да, быстренько. Все, собрали. Вот такой агрегат получился. Осталось всего три шайбочки. Я думаю, это мне про запас положили. Знают, что я могу их потерять. Вот. Вот так все выглядит. Видимо, ставится это все на какую-то емкость. Ну, не то, что видимо. Я видел, как это ставится. Лучше. Емкость там, таз, ленинное ведро. Закрутим. Виноград забрасываем. И все это дело у нас в дробленном виде уже под это ведро. Хороший виноград, это тот, который ты выросил на своем участке. Так, дробилка работает. Ну, конечно, это, гребни приходится руками выбирать. Это не очень удобно, не так быстро. Но я думаю, что нам для начала пойдет. А эту штуку надо как-то фиксировать, да, на чем-то, по идее? Ну, ее надо на корыто, по идее. Но я не хочу промежуточную емкость использовать. Это лишняя дезинфекция и, возможно, заражение. Поэтому я сразу вот в бродильную емкость. Ну, как бы неудобно, но не так надежно. Вот, видите, все. Вы не поверите. Они размножаются пачкованием, кажется. И, похоже, они уже знакомы. Так что, товарищи, открываем аукцион. Будем рады предоставить вам маленьких котяток. Уже не наших. Которые стекаются к нам. Но всех мы не можем содержать. Так что давайте, принимайте участие. Будем делиться таким счастьем с вами. Что я вам хочу показать. Смотрите. А вы говорите, зачем заводить канал. Вот понимаете, канал нужно вести обязательно. Потому что твои друзья, подписчики канала, не дадут вам точно умереть с голоду. И не только с голоду. Смотрите. Саша Воронков прислал черенки, чтобы у нас вырос шикарнейший виноградник, из которого мы будем, по примеру Александра, сельского парня, гнать вот такую обалденную штукенцию виноградную. И не только. А Елена Николаевна позаботилась о том, чтобы у нас была закуска. И, если честно, и я, и Буська, мы уже схомячили по кексу. И посмотрите, сколько Саш Коваренков прислал орехов. У него растут орехи. Вот понимаете, это круто вообще, неимоверно. Я, правда, съела. И, Саш, я ем уже их раньше, чем ты велел мне их подсушить. Вот, извиняюсь, может быть, не придется подсушивать. Будет нечего. А ты что? Что ты делаешь? Колдуем их пока с вентиляцией. Тут кое-какие у нас идейки есть. Ставим вентилятор помощнее. Видите, вот. Это у нас какой? У нас 150-й. Мы 200-й сейчас поставим в птичник и сделаем немножко другой режим работы у него. Но я думаю, что об этом отдельно расскажу. Будет видео, да? Надеюсь, что да. Все, тогда сейчас не углубляемся. Здравствуйте, дядя Саша. Спасибо за очень вкусные орешки. Они очень вкусные. Просто обедение. Ты все съела уже? Ты мне на салат-то оставишь? Еще наколоть? Да? Хитрюшка. Ну ладно.